Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как правильно выбрать эксперта на сайте? Я думаю, что правильно. Здесь слово не совсем подходящее. Потому что правда заключается в том, что в отношениях психотерапевтических, таких вещей, как профессионализм, привычное понимание слова не работают. Да, у эксперта может быть много дипломов. У эксперта может быть много сертификатов. У эксперта может быть много-много-много опыта. Но у вас к нему может не лежать душа. Что называется. Дело в том, что в психотерапии очень важно доверие. И я бы сказал, что человек, вызывающий вас доверие, а точнее доверие, которое вы испытываете, глядя на человека, видя его, слушая его, считая его. Это первый шаг. Вы можете сказать. Андрей, ну хорошо. Но что если человек, который вызывает у меня доверие, является обманщиком? Ведь могут быть аферисты, могут быть шарлатаны, могут быть просто недобросовестные люди. И это правда. Конечно, от всех рисков вы не избавитесь. Как вы не избавитесь от риска того, что высоко квалифицированный специалист оставит у вас чувство, чувство вреда. То есть, такое чувство, как будто вам навредили или не поняли. Везде есть риск. Какой-то риск мы можем снизить. Например, если вам не нравится что-то в процессе психотерапии, об этом нужно обязательно сказать. Если вам не хочется чего-то, об этом опять же нужно обязательно сказать. Если вы начинаете чувствовать что-то, об этом также обязательно нужно сказать. Вот этот риск того, что вам навредят, снижается. Снижается. Дальше. Один из самых главных врагов психотерапии – это ожидание. Когда человек ожидает чего-то, то возникают проблемы. Потому что психотерапия редко соответствует ожиданию. Ведь проблематика, которую описываете вы, может и быть таковой, а может и нет. То есть, ее корень может быть совсем в другом. И вот, удивительным образом, в беседе, начинающейся с отношений или с кризиса, случаются совершенно неожиданные повороты. И эти повороты, при наличии ожиданий, являются нежелательными для клиента. Клиент говорит, ну, мы говорим не о том, я хочу вернуться. Вернуться, конечно, можно. Вот только все, что происходит на терапевтической сессии, не является случайным. Поэтому ожидания – это то, что желательно, конечно же, снижить. Иными словами, разочароваться. Вообще, на мой взгляд, первое, с чем можно и нужно познакомить клиента – это разочарование. Потому что мы избегаем разочарования, мы бежим от него, мы сопротивляемся ему. На мой взгляд, собственно говоря, кризис, о котором вы пишите, хотя я не имею представления пока, что это за кризис. Так вот, кризис – это, на мой взгляд, также бегство от разочарований. Ну, типа, я думал, к 30-40 годам добьюсь чего-то, не добился, и испытываю разочарование. Но не принимаю его, не проживаю его, не замечаю его, не нахожусь в нем. А я бегу от него. Я пытаюсь его объяснить, я пытаюсь его разанализировать, я пытаюсь себя оправдать. Я делаю очень много всего, чтобы не сталкиваться с этим. Ну, с разочарованием, я имею в виду. Дальше. Никогда не общалась с психологом, но чувствую, что без этого уже не обойтись. Это означает, что... Эмм... Первые беседы, скорее всего, будут направлены на то, чтобы немножечко снизить ваш эмоциональный тонус. Что, конечно, является психотерапевтическим действием. Но... Надо сказать, не являются им... Как таковым... Вообще, то, что вы хотите выбрать... Специалиста правильно... Свидетельствует о... Контроле, знаете... Такой вот... Контроль, вот как правильно, как нужно сделать, как лучше всего сделать. Видите, или... В контроле всегда присутствует сравнение, всегда присутствует... Некая идеализация, некое такое... Концептуальное видение того, что уже есть оптимальный путь. Сколько... Сколько... Скольким людям... Эта концепция навредила... Страшно сказать... Интересует внутренний кризис и проблемы в отношениях. Ну, давайте так... Вряд ли вас это интересует... Скорее, вас это тяготит. Тяготит. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Внутренние кризисы бывают у всех. Как и проблемы в отношениях. Бывают у всех. Здесь не видится... То, что вы... Опять же, не принимаете себя в кризисе. Не принимаете себя... Проблемами в отношениях. Как бы... Отторгаете себя. Ну... Что бывает, когда... Человек отторгает сам себя, я думаю... Говорить не стоит. Готовы оплачивать консультации, но хотелось бы, чтобы не в пустую. Не в пустую. Что ж, согласен. Согласен. Психотерапия не может быть... На последние деньги. И, на мой взгляд, психотерапия не должна быть... Слишком дорогой. На мой взгляд, сумма, в идеале, должна быть... Несколько более значимой для человека. Чтобы та сумма, которая она была, была значимой. Но у большинства психологов сумма фиксирована. Она не зависит от того, какое материальное положение у человека. Хочется пообщаться с человеком внимательным, добрым, некатегоричным суждениях и мудрым. Сколько здесь... У вас... Одновременно проекций. Одновременно потребностей. И одновременно... Такой вот, знаете... Может быть, немножко требовательности, в то же время, какой-то уязвимости. По крайней мере, так мне это видится. Вот интересно... Интересно, отдаете ли вы себе сами отсчет в том, что с вами происходит, когда вы пишете, вот хочется пообщаться с человеком внимательным, добрым, некатегоричным, в обсуждениях и мудрым. Вот... Чувствуете ли вы, в чем вы себя обделяете, с чего вы себя лишаете, в чем вы себя обкладываете? Ведь... Это все... С одной стороны, вы... То есть вы этот человек внимательный, добрый, некатегоричный, мудрый. Это все вы. С другой стороны, себе вы это запрещаете. В частности... Эээ... Средствами контроля и... Средствами... Ммм... Отторжения... Себя... И хотите это получить извне. Как понять... Найти своего врача? Ну... Я думаю, что фраза здесь неверная. Психолог не является врачом. Потому что у психологов нет медицинского образования. Хороший вопрос... Насчет... Своего... Свой... Это тот... Кому я могу доверять? Как сразу до оплаты понять, что это твой человек? Спасибо. Но вот здесь я думаю, что... Наших людей не бывает. Видите ли, говоря, твой человек, вы подразумеваете принадлежность. А люди друг другу не принадлежат. То есть тут вы хотите каких-то гарантий. Тут вы хотите... Какой-то уверенности. Тут вы говорите о... Собственной тревожности. По большому счету. Из которой вырастает ваш контроль. Понимаете? Я думаю, что... Именно на сайте... Всегда можно... Посмотреть... Кто как работает. У кого какой стиль. Вот... Отзывы почитать можно. Но лично я думаю, что... Несмотря на... Логичные, казалось бы... Возражения... Здесь, что вы не хотите брать деньги впустую. Я вам верю. Лично мне кажется, что это желание себя защитить. Это не желание идти на риск. Не желание рисковать. И вы можете опять же сказать, Андрей, ну... С чего я... Я должна рисковать своими деньгами. И вы правы. Вы правы. Вы не должны... Рисковать. Вы правы в том, что вы действительно хотите себя защитить. Но вот... Знаете... Мой вопрос... Он здесь будет, наверное, такой. Вот когда вы говорите, как до оплаты понять, что это твой человек... Вот... Спросите себе честно... Только ли... Про деньги... Здесь речь. Если вы скажете да... Я соглашусь... И... Как бы... Полностью... Тогда... Скажем... Скажем так... Приму этот... Этот момент. Я его принимаю... Я принимаю его и сейчас. Я принимаю его и сейчас. Просто я... Не принимаю то, что... Речь идёт только про деньги. Я думаю, что здесь речь идёт про что-то ещё. Вот... Знаете, мне бы хотелось... Принять не только... Желание сэкономить деньги. Но мне бы хотелось принять и... Ещё то... О чём вы здесь не сказали. Мне бы хотелось это... Это тоже принять. Мне бы хотелось это... Тоже... Чтобы вы разместили. Чтоб я мог... К этому прикоснуться. Чтоб я мог... Это почувствовать и увидеть. Но если вы скажете, что речь только про деньги. И что это элементарный расчёт. Ну что ж... Так оно значит и есть. Спорить с вами... Я... Не буду. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.